Каждый из нас рано или поздно покинет этот мир. Нас всех постигнет смерть, где бы мы ни находились, как бы мы ни бежали от неё. И никто не в состоянии даже на мгновение отстрочить момент своей смерти. Всевышний Аллах сказал в Коране Субтитры сделал DimaTorzok «Каждая душа вкусит смерть. Лишь в судный день вы получите ваше воздаяние сполна. Кого отдалят от ада и введут в рай, тот обретёт успех. А земная жизнь – только обманчивое и краткое наслаждение». В зависимости от того, какие земные деяния были у умершего человека, праведные или греховные, могила для него окажется либо райским садом, либо адской ямой. Передаются слов Абу Саида, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, сказал. «Могила – это либо сад рая, либо яма ада. Смерть включает в себя и наказание в могиле – это малый суд, который совершается сразу после смерти над умершим человеком». Ранее мы называли причины наказания в могиле, а в этом ролике мы перечислим способы спасения от наказания в могиле. В шариате имеются указания на то, что может стать причиной спасения от наказания в могиле. Первое. Мученичество на пути Аллаха. Мученичество считается величайшей причиной спасения от наказания в могиле. На это указывает хадис. Посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, сказал. «Аллах не спасал мученику шесть особых даров. Ему прощаются грехи с первым толчком, то есть выходящей из его тела крови. Он видит свое место в раю. Он избавляется от наказания в могиле. Он избавляется от великого страха в судный день. На его голову возлагается венец почета, один рубин из которого лучше, чем этот мир со всем, что в нем есть. Ему в жену даются 72 райские гурии, и он сможет заступиться за 70 человек из числа своих близких». Второе. Стояние на страже, ар-рибад, на пути Аллаха. Со слов Фадаля бин Убайда, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, сказал. «Прекращаются дела каждого умершего, кроме пребывавшего на страже на пути Аллаха, ибо поистине его дела будут расти до самого дня воскрешения, а сам он избавится от искушения могилы». Третье. Чтение суры Аль-Мульк. Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, сказал. «Воистину, в Коране есть сура из 30 аятов, которая заступалась за человека, пока не простились ему грехи. И эта сура – возвышен тот, кто обладает властью». Имам Абдуррауф Аль-Мунави пишет. «Этот человек постоянно читал ее, и она до сих пор заступается перед Аллахом за него, до тех пор, пока он не был прощен». Этот пример побуждает каждого человека постоянно читать ее, чтобы получить подобное заступничество. Четвертое. Смерть от болезни живота. Со слов Абдуллаха ибн Ясира, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, алейиссаляту вассалям, сказал. «Тот, у кого причиной смерти стала болезнь живота, не будет подвергаться мучениям в могиле». В этом заключается великое благо для человека. Тяготы, которые испытывает человек во время болезни, становятся искуплением его плохих деяний и причиной спасения от наказания в могиле. Также есть надежда, что эта болезнь станет причиной спасения от наказаний вечного мира. Имам Аль-Мунауи, да смилуется над ним Аллах, пишет. «Если человека не наказывают в могиле, то его не будут наказывать в вечной жизни, так как могила – первый пункт следующей жизни. И если наказание в могиле будет легким, то и все, что будет после нее, пройдет легче». Пятое. Смерть в день или ночь пятницы. Со слов Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, алейхиссаляту ассалям, сказал «Того мусульманина, который умрет в день или ночь пятницы, Аллах обязательно защитит от наказания могилы». Шестое. Чтение дуа о защите от наказания в могиле. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, сказал «Пусть любой из вас, произнеся слова Тащахуда, обратится к Аллаху за защитой от четырех вещей и скажет «О Аллах, поистине я прибегаю к твоей защите от мучений ада, от мучений могилы, от испытаний жизни и смерти, от зла и искушения даджжаля». Также от Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, часто говорил «О Аллах, поистине я прибегаю к твоей защите от слабости, лени, малодушия, старческой дряхлости и скупости, я прибегаю к твоей защите от наказания в могиле, я прибегаю к твоей защите от испытаний жизни и смерти». Известно, что дуа, мольба, является одним из величайших актов поклонения, который Всевышний Аллах предписал своим рабам. Если постоянно совершать дуа, то есть надежда, что оно будет принято. Чтение упомянутых дуа является одной из причин спасения от наказания в могиле. Просим Всевышнего Аллаха ввести нас в число тех, кому ангелы скажут перед смертью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok